но я хочу опять продолжить свое видео что-то мне опять не нравится свет сейчас попробую так сделать и продолжим девочки говорить об ароматах которые вот представлены здесь у меня на столике это ароматы новой зари то о чем я вчера вам говорила ну начну прежде всего с этого вот аромата вчера я так мельком пробежалась по нём это реноме назвать его реноме очень сложно вот эта коробочка это такой бледно-бледно зелененький цвет и коралл там коробочка была серая классическая то что пахло хвой а это вот сделали такая здесь партия 642 годин до 7 22 года ну вот я не зря поставила всех вот этих красавцев на циза родригесов вот посмотрите и всех их не падать вот этот беленький это вот можно сказать младший старший брат будем так говорить это старший брат нашего реноме вот честно говоря относив вот эти вот все нарциссы там еще была одна коробочка это осталось только я подарила моей старшей ниночке очень ей понравился он был такая более облегченной версии да и туалетка я пришла к выводу что лучше конечно я буду под в данный момент на данном этапе своего возраста носить и вернее не возраста даже самое чувстве я буду носить наш аромат который идет от новой зари потому что то что здесь в этих коробочках немножечко термоядерно ну да девочки многие знают я уже опять несколько раз подходила и к розовому и вот то что пахнет пудрой розовой так в таком же вот коробочки вернее флакончики но розовой и к этому подходила думаю взять не взять но вот вы знаете вот не хочется почему-то возвращаться опять к этим ароматом вот они стоят там по чуть-чуть где-то чего-то осталось и я думаю мне этого хватит поэтому реноме ношу с удовольствием вот немножечко подробнее хочу сказать как я его ощущаю если взять допустим вот классический нарцисс который стоит перед вами да это сразу очень сильная концентрация будем так говорить этого аромата наносишь его и выходишь куда-то на улицу я например не представляю вот в доме когда ты находишься в квартире и наносить на себя такие термоядерные ароматы вы знаете мне кажется это даже почему я беру ароматы новые заре потому что они акварельные они имеют такую же хорошую стойкость но вот эта акварельность она как раз говорит о том что аромат можно носить большей частью конечно для домашнего пользования хотя и в люди можно выйти в нем это не проблема и вот я его несколько раз надевала очень красивый замечательный вы знаете на одежде держится очень долго аромат играет он шлейфовый и совершенно не скажешь что это за такие смешные деньги если вам попадется эта коробочка или может быть вы не знаю как вы там покупаете в интернете может быть окажите не пожалеете я конечно никогда не навязываю свое мнение но я думаю что многие девочки со мной согласятся те которые уже его купили так сейчас мы нарциссиков уберем дальше и вот сюда на подиум я поставлю вот этот замечательный аромат злато скифов и рядом с ним но но грех не поставить вот черную куку от шанель я ее покупала по моему дай бог память где-то 2005-2006 год вот что я могу девочки сказать наталья потеряла коробку вернее выбросила я конечно ругаю всегда за то что утеряны коробочки ну забрала обратно ее потому что он сказал мне мамочка не могу его носить это твое 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 но моё значит моё действительно моё вот винтажка уже получается винтажка 12 лет она действительно напоминает злато скифов я так думаю что напоминает даже что старый аромат винтажный который выпускался новой зарей и кто у кого чего украл какие пирамидки не могу сказать это как говорится история об этом умалчивает но то что аромат отличается от того что представлено в сетях это я могу вам сказать девочки с полной полной уверенностью здесь он насыщенный густой он пахнет медом это вот из-за разряда как раз этих ароматов если я буду снимать у меня как-то есть видео там правда вот не было роберто ковали да они конечно отличаются здесь если вот поставить их рядом то можно сказать что это ароматы одного направления там пахнет мёдом и здесь пахнет мёдом но ковали он немножечко как это вам сказать поделикатнее что ли да кукула немного вот чуть-чуть в резкость уходит а арбето ковали это вот сама деликатность итальянская а в кукул сам шик и что у нас тут дальше пойдем дальше коробки выбросим давайте вот поговорим об ароматах которые называются шалунья вот у меня к сожалению от красной вот эта коробочка есть на настолько старенькая даже сейчас посмотрю до какого года десятого до одиннадцатого года но аромат сохранился ой какая прелесть какая прелесть вот красная шалунья для меня пахнет яблоком это вот перченое яблоко дон и каран это эмануэль онгораскай он у меня остался в армавире голубая такая коробочка обожает его вики она почему-то любит такие фруктовые легкие ароматы ну правильно девочка 9 лет но уже понимает толк сразу может сказать что где мускус где что и значит вот этот аромат я купила в прошлом году ну видите вот уже сколько ни в одних ароматах которые вот у меня нет не убываются они настолько как вот ароматы новые зари потому что я ими часто пользуюсь они мне нравятся они не нагнетают давление не поднимают и не портят как говорится настроение потому что он раз так брызнулся и потом чувствую что этот аромат тебе ну не подходит ты чувствуешь какой-то дискомфорт вот так у меня было с ароматом от лалика это чернильница я ну не его было время не нужно было его на себя наносить мне стало прям нехорошо я его отдала Нине ну не знаю живу он там или нет потому что в магазинах он почему-то исчез хотя вот эти нотки его напоминали очень черного рода реписа что касается желтой шалони который вот стоит перед вами очень напоминает аромат я даже не знаю честно говоря кто у кого чего опять-таки содрал если помните солнышко от Луи Ферре правильно да Ферре Луи Ферре или Фераунд такой знаменитый его аромат солнышко в виде солнышка вот когда я его пробовала помню все хочу его купить но сейчас почему-то мне кажется то что продает магнит косметик это не будем говорить плохое и то что касается шалони вот в обеих этих ароматах они желтоцветочные и я так думаю шалония не уступит ему ни по стойкости ни по красоте она вот я ее купила летом в Армавире она имеет такую пыльность вот знаете вот когда нюхаешь цветок и пахнет пыльцой пылью такой придорожный запыленный очень красивый цветок вот эта пыльность она присутствует и в том и в другом аромате и вернее в шалонье в этой желтенькой и в солнышке от Луи Ферре Ферраут господи надо было конечно подготовиться но вы поняли о чем я говорю и если допустим как всегда они настоятся я думаю дадут фору любому французскому аромату что тут у нас дальше дальше у нас идет вот этот замечательный аромат давайте я вот так буду показывать это пачули волшебные пачули которые мне заменяют ангела Терри Мюглера я очень люблю этот аромат но не могу его носить на себе вот только в сильный крепчайший мороз я несколько раз подходила к нему брызгала на запястье выхожу вот еще когда на Тверской был этот магазин пирамида там был магазин Рев Гош или Туаль выхожу на улицу боже какая прелесть захожу в метро все мне плохо я его не могу в закрытом помещении на себе ощущать и поэтому когда я увидела в новой зере вот этот аромат волшебные пачули брызнула брызнула попробовала сначала даже несколько раз я к нему подходила вы знаете вот этого эффекта не произошло организм принял его и я решила его купить очень замечательный красивый зимний аромат настоящие настоящие пачульки так это мы сюда убираем и что у нас тут дальше вот у нас Елена появилась такая Еленочка где у нас тут коробочка значит коробочка у нас девочки вот такая старая вот она Елена 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 вот видно да что у нас сейчас Елена Елена у нас сейчас по-моему розового цвета насколько я поняла на Павла Андреева стоит Елена в розовом цвете что туда налита или как девочка одна сказала нолита не знаю Еленой он совершенно не пахнет новодел вот этот аромат до какого девятнадцатого года срок это значит четырнадцатый год где-то дата выпуска ну если вы знаете аромат Гуччи Бай Гуччи то черный такой флакончик то здесь он очень его напоминает опять-таки в акварельном виде если тот аромат насыщенный такой как и все остальное представлено европейскими дизайнерами то здесь именно размытость хотя это совершенно не умаляет его достоинства вот достаточно нескольких брызг это дымность конечно вот я сейчас нюхаю какая прелесть все-таки бесподобный в нем присутствуют вот все ароматы все нотки которые представлены в аромате а вы посмотрите именно старую Елену вот все чувствуются сразу это и дымность это и яблоко какое-то и фрукты и все все-все прочее если найдете именно в таком исполнении Елену очень рекомендую замечательный аромат так что тут у нас еще о смотрите две лабельда раз русся это русская красавица это написано на английском языке лабель а это написано так русская красавица коробочки вот взяла была она Павла Андреева он стал единственным на кассе вот в таком виде я когда увидела я так обрадовалась говорю девочки что там такое это вот в таком в коробке которая помните такой был с помпончиком таким с маленьким помпончиком шариком она говорит мы не знаем что там продается ну не знаем значит не знаем я решила его взять за смешные деньги а в этом коробочке коробочек от этого второго это вот такой здесь срок годности до 19 года ну да он уже настоялся я очень люблю дарить моей подруге Наталье которая живет в Ромавире часто ей отсылаю она с удовольствием им пользуется круглый год я люблю и летом его и люблю зимой если сказать девочки про направление аромата вот я сейчас нюхаю не могу понять вот здесь медная и пуазон а здесь он даже немножко по цвету отличается вот запахи да они действительно разные я не знаю как они себя конечно поведут дальше когда он настоится этот аромат не могу сказать но вот на сегодняшний день они действительно отличаются надо будет разносить эту новую лябель нет абсолютно разные ароматы ну как говорится не было бы счастья да и несчастье помогло да партия до 22 года будем разнашивать и смотрите что я тут в армавире откопала ой какая прелесть это вот фиеста она снята с производства новой новой зарей аромат по-моему какого же там ой боже мой так 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 не пойму я до какого он тут года годен до 16 до 16 это получается где-то 11 года выпуска ну у меня в свое время были фиджи и могу вам сказать что ничем не хуже вот сейчас этот парфюм который видите как настоялся не знаю плавают там какие-то штучки или нет иногда в ароматах новой зарей бывают такие букашки там плавают говорят что это настоящее сырье поэтому шикарно шикарный шикарный аромат абсолютно не хуже того чтобы мы слышали раньше хотя вы знаете вот остался мне флакончик белой сирени старый северное сияние который был унина Андреевна с остатками парфюма вы знаете девочки я не купила бы глубоко винтажный аромат если бы он мне сейчас вот даже по приемлемой цене попался все-таки ароматы должны быть в свое время и я не думаю что если вот фиеста там тоже осталось вернее фиджи остались мне почему-то они все пахнут красной москвой я не говорю не умоляю совершенно это достоинство этого аромата мне очень нравится красная москва особенно люблю у него почему-то спать в этом аромате но всему свое время и я думаю что эти ароматы ничуть не хуже того что было раньше думаю что это такое мне попалось боже мой что я взяла взяла я милую это которая милая соар милая ночью милая вечером вот этот аромат совершенно бюджетный напоминает Монген Герлен тот аромат который рекламировала Анжелина Джоли дай бог ей здоровья и всего-всего как говорится но здесь аромат давний почему я его раньше не замечала вообще не могу понять вот он уже настоялся в зиму самое то я сегодня была в аромате Линстан от Герлен ну можно сказать одно направление мне вот еще на руке он сохранился но Линстан конечно более такой большой букет а милая не чуть не хуже поэтому все как говорится по деньгам если кто не может купить Герлен очень заменит милая вечером и вот этот аромат я вчера очень так скользко про него сказала потому что очень мне напоминает Клэр де Мервелес от Гермес Гермес или Армэ я люблю говорить Гермес он немножко рисковатый в начале но потом я его тестила правда еще не носила потому что я его купила недавно и отправила отстаиваться минимум полгода он мне постоит потом уже будет понятно но тестила старый аромат вы знаете он мне очень напомнил Клэр моя любимая она осталась у меня в Армавире пообожаю этот аромат он не сезонный он на любое как говорится мероприятие но если какой-то нездоровец он поднимает настроение об ароматах настроения можно говорить особо но один из любимых моих ароматов может быть я когда-то сделала когда я соберу все вместе сделаю отдельное видео поэтому очень рекомендую очень и вот этот аромат который называется следуй за мной ночь их еще есть день и ночь красный и синий флакончик я как-то о нем говорила отдельное видео он мне напоминает очень напоминает это боди от Бербери классический белый мускус и очень напоминает аромат который называется Кукладес от Ланком он мне тоже остался в Армавире это такой очень такой вот интимный аромат я даже не знаю как его описать я как-то о нем даже в каком-то из видео говорила о нем я его брала в больницу когда вот попалась с устроматитом это был Бербери со мной и Кукладес и что тут у нас еще да вот эта красавица тет-а-тет видите вот сколечко вот осталось обожаю обожаю мне напоминает Мажинуар где-то у меня там Мажинуаров маленькое есть я потом отдельно сниму видео о своих пробниках не пробниках а минках миниатюрках и то что касается настоявшегося вот этого аромата сейчас я вам скажу до какого года получается он до 17 это где-то 12 года выпуска он настоялся он шикарный он что-то сродни Палому Пикассо он сродни Мажинуар но Палому я вот недавно тестила в Ромавире мне дали затестить вы знаете была у меня миниатюрка я ее продала почему-то мы не подружились с этим ароматом он мне выдает какой-то термоядерный шипр но не понравился он мне в базе а этот ношу с удовольствием очень красивый очень замечательный аромат и only you это вообще я так думаю что это шедевр новой зари которая в свое время выпускала его под названием только ты я его помню с какого же времени 73 года когда еще была совсем юной девочкой у меня был такой наборчик из четырех миниатюрок по 5 миллилитров я помню каменный цветок только ты еще две какие-то и вот представляете с тех пор я помню этот аромат когда я приехала на полу Андреева увидела он линию понюхала я сразу вспомнила что это тот запах я его схватила не раздумывая он мягкий древесный и в то же время он такой сливочный ой красивейший красивейший аромат особенно если он настоится вот он у меня стоит где-то года три наверное уже ну да третий наверное год он настоялся он стал замечательным вот первые первое время где-то я его не слышала вот услышала те нотки ровно через год потом начала пользоваться и вот пожалуй все да есть можно еще сказать об одном аромате который называется диалог я его не выставила сюда потому что там у меня поломалась вот это вот вот такая вот крышечка пульверизатор я это все сняла и он у меня стоит в прихожей я набираю шприц и пользуюсь как освежителем вернее создаю такой запах дома он пахнет травой какими-то лугами какими-то травами я помню читала комментарии одной девочки которая написала вот я купила диалог пошла в театр и я вынуждена была весь вечер сидеть вдыхать аромат своей соседки потому что я его не слышала но я думаю это совершенно не для театра вот я им пользуюсь именно тем что аромат дома мне он нравится потому что когда открываешь дверь из тамбура иногда в тамбуре даже брызгаю и сразу пахнет такими луговыми травами особенно мне почему-то слышится стрессоцвет вот это мои ассоциации ну девочки я вас наверное уже утомила 24 минуты идет это видео мои дорогие я вас очень люблю не обессудьте если что не так если я что-то не договорила пишите мне в сообщении я вас удовольствием отвечу я вас всех люблю и всем пока пока всем вам любви красавицы мои всем я вам желаю здоровья красоты и еще хочу сказать что вот аромат который я вчера говорила о нем это арман бассей сладкий такой сливочный аромат мне почему-то вот пришло на ум что такая ассоциация что этот аромат могла выносить Юлечка Шаломова такая красавица как я говорю кровь с молоком здоровья вам и всего-всего хорошего я вас всех люблю пока пока